Скандалы вокруг крупных госчиновников возникают не только в Украине. В Великобритании, где сегодня королева дала зеленый свет Брекзиту, члены правящей консервативной партии стали фигурантами масштабного полицейского расследования. В чем обвиняют депутатов Тори и что им грозит? Обо всем по порядку Светлана Чернецкая из Лондона. Рекордный штраф придется заплатить правящей консервативной партии Великобритании. 70 тысяч фунтов, это более 2 миллионов гривен. Требует избирательная комиссия страны за нарушение финансовой отчетности по итогам предвыборных кампаний. Речь идет о довыборах депутатов в 2014 году и всеобщих парламентских выборах в 2015, когда партию возглавлял Дэвид Кэмерон. Консерваторов обвиняют в сокрытии платежей и неточностях в отчете. В частности, в итоговый финансовый документ не попал платеж на сумму 104 тысячи фунтов. Расследование избирательной комиссии длилось гораздо дольше, чем ожидалось. Все из-за задержек со стороны Тори. Там не спешили сотрудничать со следствием. Комиссии даже пришлось обратиться в суд, чтобы заставить консерваторов содействовать. В партии настаивают. Это исключительно административные ошибки из-за пресловутого человеческого фактора. Никакого злого умысла не было. В любом случае, консерваторы выиграли выборы в 2015, получив абсолютное большинство в парламенте. Борьба с лейбористами велась почти на равных, так что сейчас появляются вопросы, честно ли победили Тори. Поэтому комиссия обратилась в полицию с подозрением на уголовное правонарушение со стороны казначея партии. Еще 12 полицейских служб по всей стране проверяют расходы отдельных депутатов на избирательные кампании. Если нарушение обнаружат, то возможны перевыборы на некоторых округах. Тори же настаивают, все было законно и сетуют на требования избирательной комиссии. Дескать, не совсем понятно, чего именно хотят контролеры. Что касается штрафа, то они даже не беспокоятся, ведь подобным наказанием уже подвергались соперники. И лейбористы, и либерал-демократы. Правда, и тем, и другим пришлось заплатить сумму в три раза меньше. Не дошло дело тогда и до полицейских расследований. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.